Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Катунь-24 и в студии Дарья Вялкова. И в начале выпуска коротко о главных новостях. Жители села Баюновские ключи в Первомайском районе остались без крыши над головой. Причем ремонт конструкции в их доме начался еще месяц назад. Ситуацией разбиралась наша съемочная группа. Губернатор края Виктор Томенко исполнил новогодние желания 13-летней девочки. Подробности в выпуске. Хоккейный клуб «Динамо Алтай» провел заключительный матч в этом году. Он завершал домашнюю серию с чебоксарами. Игру впервые за пять лет показали по региональному телевидению. Бывшим работникам частного детского сада «Хэппи Бэби» вынесли приговор по уголовному делу. Напомню, их обвиняли в систематическом применении насилия к детям. В зависимости от роли и степени участия заведующие детским садом и четыре воспитателя признаны виновными в преступлениях, предусмотренных тремя статьями. Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних и истязания. Добавлю, следствием установлено, что в 2017-2018 годах сотрудники частного детского сада применяли насилие в отношении 15 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. Их толкали, били руками, различными предметами и закрывали одних в темных комнатах. В ходе следствия были изъяты записи с камер видеонаблюдения и установлены десятки подобных эпизодов. Суд назначил бывший заведующий наказание в виде 4 лет лишения свободы условно. Кроме того, она лишена права заниматься педагогической деятельностью 3 года. Воспитателям назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет условно. Они также не смогут преподавать в течение 3 лет. Суд удовлетворил требования потерпевших возместить моральный вред. Приговор еще не вступил в законную силу. Продолжаем выпуск. Почти 160 участков дорог краевой столицы и пригорода, в том числе 80 внутриквартальных проездов, вошли в план работ по очистке от снега. График на эту неделю опубликован на официальном сайте Барнаула. Как отмечают в городской администрации, по итогам прошедшей недели план, включающий более 200 объектов, был выполнен полностью. Только за счет ресурсов районных администраций было почищено 135 межквартальных проездов, приведены в нормативное состояние десятки городских улиц и тротуаров. По данным администрации Барнаула, ежедневно в ночную и дневную смену на дорогах города для очистки улиц задействовано порядка 250 единиц дорожной техники, еще более 1300 дворников. Жители села Баюновские ключи в Первомайском районе остались без крыши над головой. Причем ремонт конструкции в доме по адресу улица Центральная, 22, начался еще месяц назад. Тогда квартиры на втором этаже начало затапливать при малейшем потеплении на улице. Жители дома в селе Баюновские ключи добивались ремонта крыши 5 лет. В двойном размере платили ежемесячные взносы фонду капитального ремонта, чтобы ускорить сроки. Дом попал в программу в этом году. Собственники квартир ждали улучшений, но с началом ремонта жить в квартирах стало невыносимо. Розетки все в воде, электроэнергией пользоваться очень опасно, потолки все в плесени черные, на кухне пол весь в воде. Это не уходит никуда, мы сами вытираем тряпками каждый день. На потолке, пожалуйста, посмотрите, тоже люстру вырвало. Тендер на ремонт выиграла компания «Мегастрой». К работам приступили 20 ноября. Как вспоминают жители дома, бригада полностью разобрала крышу и пропала. Через три дня пошел сильный дождь со снегом. Вода попала в квартиры на верхнем этаже. Промокла вся мебель. Отклеились обои. На стенах и потолках появилась плесень. Как можно спать, чтобы на тебя постоянно текло с крыши грязная эта вода? Есть у меня полиэтилен, я накрываю на одеяло его, и вот таким образом мы спим. Но здесь еще пользуемся зонтиками, правда. Собственники пожаловались на подрядчика региональному оператору. Строители вернулись. По словам жителей, рабочие возвели каркас крыши, использовав старые прогнившие стропила, затем снесли его. Следующая опалубка крыши рухнула. Кто-то же должен следить за этим, как они делают, что они делают. Они стропила выставили все. Вечером слышу бух-бух. Оказывается, они как в домино. Все сложились, даже ветра не было. Ну как это, кто делает так? Мы обратились в фонд капитального ремонта многоквартирных домов, чтобы разобраться в проблеме. Там зимний период не считают препятствием для ремонта крыши, если правильно организованы работы. Представители фонда контролировали работы на всех этапах. Выезжали на объект раз в две недели. Также признали. Ремонт в Баюновских ключах действительно идет с отставанием. 23 декабря был выезд на объект вместе с подрядчиком. Проведен осмотр. Подрядная организация несет полную ответственность за ущерб, причиненный собственникам имущества в многоквартирном доме и иным лицам при исполнении обязательств. В соответствии с договором, все замечания собственников, связанные с затоплением жилых помещений, должны быть решены генеральным подрядчиком «Мегастрой». В свою очередь, региональный оператор будет проводить оплаты выполненных работ только после устранения замечаний собственников. По графику работы планировалось завершить 31 декабря, но сроки перенесли на 15 января. За каждый день просрочки исполнителя ждут штрафные санкции. Сейчас подрядчик ищет возможность предоставить временное жилье семье Людмилы Артеменко. Ее единственное новогоднее желание – вновь обрести крышу над головой. Анастасия Меншакова, Анатолий Фукс. Новости. Почти 76 миллионов рублей направили на обновление материально-технической базы школ Барнаула в этом году. Такие обновления провели в рамках образовательных стандартов. В уходящем году обновили 24 кабинета в школах краевой столицы на сумму больше 9 миллионов рублей. Образовательные учреждения приобрели лабораторное, интерактивное, компьютерное и библиотечное оборудование. Кроме этого, закупили новую мебель, спортивный инвентарь, отремонтировали беговые дорожки и стадионы. В ближайшие два года в школах Барнаула модернизируют кабинеты астрономии и основ безопасности жизнедеятельности. В Алтайском крае готовится к началу всероссийской патриотической акции «Снежный десант». Она пройдет с 31 января по 5 февраля. Напомню, движение «Снежный десант» зародилось в Алтайском крае больше 40 лет назад. А в 2000-х годах стало распространяться по всей стране. Сейчас «Снежный десант» объединяет студентов из вузов России и других стран. Ежегодно в рамках акции появляются новые мероприятия. К примеру, бесплатная юридическая консультация местным жителям от студентов-юристов. Специалисты регионального штаба, студотрядов и приглашенные эксперты ежегодно проводят мастер-классы по работе с документами, текстом и прикладному творчеству. Губернатор края Виктор Томенко исполнил новогодние желания 13-летней девочки. Встреча с юной жительницей Барнаула Марией Сауниной прошла в государственной филармонии. Так, Маша, ну я, во-первых, тебя поздравляю с наступающим Новым годом. Спасибо. Знаю, что ты так написала желание, на ее пожелание, да. И так получилось, что я его вытащил, по ее пожеланию. Да. Вот поэтому я сегодня пришел для того, чтобы тебе его исполнить. А попросила ты колонку. Да. Портативную такую. Вот, я ее тебе сегодня принес и тебе ее вручаю. Вот поэтому ты держи. Держи. Спасибо. Такая в коробочке, ее надо разбирать. Так, хорошо. Во всех начинаниях Марию поддерживают опекуны Лариса и Валерий Захаровы. Девочка не видит с рождения, но это не мешает ей играть на фортепиано и писать стихи. На встрече с губернатором она прочитала наизусть произведение Елизаветы Лис «Мы видим мир по-иному». Мы видим глубину, не оболочку и свойством этим только и всего. От зрячих отличаемся немножко. Как говорят, если глаза закрыть, то лучше ощущаешь все вокруг. Губернатор так же исполнил второе желание Марии. Она мечтала сыграть на настоящем концертном рояле. Инструмент предоставила краевая государственная филармония. Девочка исполнила прелюдию и фугу до мажоры Иоганна Себастьяна Баха и тарантеллу Сергея Прокофьева. Детский праздник в Барнаульском микрорайоне «Гора» устроили местные жители. Вместе с профессиональными аниматорами они поздравили своих детей с наступающим Новым годом. Мы решили небольшой сценарий еще от себя организовать. Ну и получается, хорошие, добрые люди подтянулись и начали нам помогать. Десять инициативных жителей улицы Аванесова подготовили конкурсы и подарки. Евгений Корчуганов исполнил детские песни, а местные предприниматели принесли угощение. Хоккейный клуб «Динамо Алтай» провел заключительный матч в этом году. Он завершал домашнюю серию с чебоксарами. Игру впервые за пять лет показали по региональному телевидению на телеканале «Катунь-24». Удачным ли было возвращение хоккея на большие экраны, расскажет Артем Тарасов. Последний раз матчи барнаульской хоккейной команды показывали по региональному телевидению больше пяти лет назад. Сейчас трансляции игр вернулись на большие экраны. В начале ноября из-за эпидограничений спортсмены остались без зрителей. И пусть сейчас трибуны могут быть заполнены до 500 человек, решение показать игры по всему краю все равно осталось актуальным. К тому же технически такая возможность есть. У «Динамо» есть своя съемочная группа. В общем-то они формируют картинку, которую мы забираем у них с помощью своего оборудования. Отдаем ее в ЦАП. И в общем-то наша центральная аппаратная раздает уже картинку по краю, по региону. К слову, это первая телевизионная трансляция матча «Динамо Алтай». Дебют однозначно успешный. Барнаульцы переиграли чебоксары со счетом 8-0. Этот предновогодний подарок порадовал болельщиков и расстроил соперников. Конечно, какие-то наши недоработки на несколько штабов, но плюс у нас травмированных ребят 6 человек. То есть крайне неудачная дальняя поездка и крайне неудачно сложилась серия для нас. Начиная с первого матча и заканчивая вот этим последним. «Динамовцы» выиграли все четыре матча серии и в каждом из них счет был разгромным. Сейчас барнаульцы возглавляют турнирную таблицу. При этом у них еще четыре игры в запасе. Однако главный тренер Владислав Хромых даже после успешного матча не дает повода расслабиться. Ну, удачно для нас серия сложилась, но я считаю, что не надо обольщаться. Все это такие промежуточные этапы, потому что готовимся к играм на вылет. Там немножко будет другая психология. По-другому надо будет играть. Поэтому даже в сегодняшней игре вроде бы 8-0, но ребят, ну не все, я так скажу, слышат то, что надо делать в последние минуты. После новогоднего перерыва барнаульцы вновь сыграют с чебоксарами. 11 и 12 января они проведут два перенесенных матча в Чувашии. Затем 15 января в Саратове начнется серия с «Кристаллом». В краевой столице «Динамо Алтай» сыграют 26, 27, 29 и 30 января. В Титов-арене они встретятся с красноярскими рысями. Артем Тарасов, Анатолий Фукс. Новости. Алтайский конкобежец Виктор Муштаков поедет на Олимпийские игры в Пекин. Место в сборной он получил по итогам этапов Кубка мира. Напомню, на последних стартах сезона Муштаков завоевал серебро и бронзу. Полный состав стайеров сформируют после всероссийских соревнований, которые закончатся сегодня. Также из алтайских спортсменов на Олимпиаду могут поехать биатлонист Даниил Серохвостов и лыжница Яна Кирпиченко. Игры в Китае начнутся 4 февраля. Новогодний показ четвероногих моделей прошел в Барнауле. После него любой желающий мог сфотографироваться с маленькими моделями. Каждая из них знает несколько команд, а некоторые даже умеют улыбаться. Благотворительному проекту «Дефиле с собачкой» уже три года. Многие животные имеют сертификаты терапевтов. Они помогают реабилитироваться детям с синдромом аутизм. На показах выступают тибетский мастиф, стафаширские терьеры, западно-сибирские лайки, спаниель и беспородные собаки. К этому часу у меня все новости. С вами была Дарья Вялкова. Оставайтесь с нами на телеканале Катунь-24.